Здесь у меня была кухня, мебель, телевизор. Как видите, ничего не осталось. Все нажитое сгорело буквально за 15 минут. Надежда Шамеева жила здесь с тремя детьми. Пятилетним Семеном, девятилетним Степой и с 16-летней Региной. Пожар случился 16 мая в 10 вечера. Жертв удалось избежать только чудом. Я успела только собрать детей. Взяла документы, вышла. Третий раз я зайти не смогла. А это уже детская комната. И здесь тоже практически ничего не осталось, кроме вот этой вот печки и картонки. Похоже, вот детского новогоднего подарка. Очаг пожара был прямо за этой стеной. Как говорят жители села, этот дом был рассчитан на три семьи. Рассказывают, соседи Шамеевых безработные, часто выпивали. Именно в их части дома и начался пожар. По заключению пожнодзора причиной стало неосторожное обращение с огнем. Надежда работает уборщицей в местной школе. И ей с детьми негде жить, пока переселилась к маме. Сейчас они в пятером живут в 26 квадратах. Бывший муж алименты не платит. Дети до сих пор не могут оправиться после пожара. Скучают по дому. Нам привезли игрушки всякие, лего, машинки. По дому скучаешь? Да, очень сильно. Сразу после трагедии на помощь семье Шамеевых пришли односельчане. Они приносили одежду, детские игрушки, кровать. Весь район протянул руку помощи. Район оказывает по мере возможности и материальную помощь оказали, и вот так депутаты оказали помощь. Но это, конечно, действительно мало для того, чтобы можно было купить какой-то, например, пригодный для проживания дом. На помощь откликнулись и в общественной приемной «Единой России». Обратились к местным депутатам, организовали сбор средств. Помогли открыть специальный расчетный счет для многодетной матери. Уже собрали около 200 тысяч. Они обратились в общественную приемную, подключили секретаря местного отделения партии «Единая Россия». После чего поступали денежные средства помощи, то есть приобретение одежды, еды. Главная проблема Надежды Шамеевой – отсутствие жилья. Собранных средств не хватает на покупку дома. Нужен как минимум миллион рублей. И в этой ситуации она очень просит помочь всех неравнодушных. Реквизиты для перевода вы сейчас видите на экране. Здесь моя родина, я здесь выросла и работа у меня здесь. Хотелось бы здесь остаться, поэтому нужна помощь. Салават Ухмадуллин, Ательмин Дубаев, ТНВ, Мамадышский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705100.